Доллар наносит ответный удар, полезная инфляция и когда лучше идти за кредитом? Об этом в утреннем финансовом обзоре. Нетипичная неделя. На праздники на нашей бирже торгов не было. Официальные курсы только за три дня. Евро ушел в Беларуси на длинные выходные в процессе падения. Он заметно потерял весы и на внешних рынках. Доллар, напротив, оживился. На внешних рынках курс евро к доллару падал всю неделю. Чуть-чуть успел подорожать американец и к белорусскому рублю. Хотя эксперты ожидали ослабления американской валюты. Свежая экономическая статистика из США не внушала оптимизма. Но появились позитивные новости. В торговом конфликте США и Китая наметился прогресс. Рыночные факторы достаточно противоречивые. С одной стороны, рынок ожидает все-таки разрешения торгового конфликта между Китаем и США. Собственно, вот это и подстегнуло интерес к доллару на прошлой неделе, когда начали приходить достаточно позитивные новости с этих площадок переговорных. Либо все-таки доллар окажется опять в ауте. Потому что на самом деле экономические показатели Соединенных Штатов, они, в общем-то, не самые лучшие. И вот что перевесит, ну, собственно, вот эта неделя начинающаяся, она и покажет. Весьма вероятно, что в понедельник на торгах на нашей бирже евро подешевеет, а курс доллара слегка подрастет. Индикатор пессимизма на рынке золота существенно упала в цене. На фоне позитивных новостей легкие на подъем капиталы покидают эту тихую гавань и перемещаются в более рискованные активы. Золото просело в район 1460 долларов за унцию. Буквально за три месяца золото растеряло всю свою прыть. На самом деле падение достаточно серьезное. Такого не было последние два года, когда за два-два с половиной месяца унция потеряла почти 100 долларов в цене. На сырьевых рынках спокойствие. Цена на нефть уверенно держится вблизи отметки 60 долларов за баррель. Этот уровень очень комфортен для российского рубля. Его курсовые колебания на нашем рынке незначительны. У российской валюты хорошее самочувствие. Это один из важных аргументов для изменения ставки рефинансирования Беларуси. В прошлую среду Национальный банк анонсировал ее снижение до 9% с 20 ноября. Причем с уверенным шагом в полпроцента. Такое решение регулятор принимает во второй раз за год. Какие причины? Во-первых, замедлилась инфляция. Ее текущее значение в годовом измерении 5,3%. Оно практически совпадает с прогнозом на этот год. 5%. Такой же ориентир заложен и на 2020. Наконец-то Беларусь списывается в границы рекомендуемой эксперты инфляции от 1 до 5%. Именно этот диапазон изменения цен обеспечивает здоровый экономический рост. В Национальный банке также отмечают, что снизились риски импорта инфляции через высокие цены на зарубежные товары или скачки валютных курсов. ЕС, Россия и США сейчас тоже проводят политику дешевых денег и снижают ключевые ставки. В целом, последние принятые решения ключевых монетарных регуляторов свидетельствуют в пользу ослабления инфляционного фона и меньшего давления на внутренние цены в Беларуси в среднесрочном периоде. Внешние условия стали менее инфляционными. Что ждать с белорусом? Ну, во-первых, подешевеют кредиты. Ставка рефинансирования регулирует стоимость денег в экономике, задавая тон для процентных ставок на банковские продукты. Многие кредиты станут доступнее автоматически, ведь часто они рассчитываются по формуле ставка рефинансирования плюс маржа. У некоторых продуктов прямой привязки нет, но по вновь выдаваемым кредитам банки пересматривают плату после снижения этого ключевого показателя. Так что одалживать стоит после 20 ноября. А вот вкладчикам лучше поторопиться. Банки уже в начале ноября массово снизили ставки по многим депозитам. Где-то на 0,1%, а где-то и на 0,5%. После 20 ноября можно ожидать вторую волну. Депозиты рубля по-прежнему приносят доход в несколько раз выше, чем в долларах и евро. Валютные курсы меняются незначительно. Стабильность поддерживают и сами граждане, уже который месяц население сдает больше валюты, чем покупает. Эти излишки через биржу приобретает Насбанк и кладет в свою кубушку. Золотовалютные резервы. Они уже достигли более 9 миллиардов долларов. Такого финансового жирка у нашей банковской системы не было за всю историю. На этом все. Я желаю вам только хороших финансовых новостей и доходных трендов.